МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество больных коронавирусной инфекцией в республике постепенно уменьшается. Мы на первом этапе снятия ограничений. Открыты некоторые магазины, можно гулять и заниматься спортом на улице. Работают уличные кафе. Но санитарные нормы никто не смягчал, поэтому каждому из нас их строго нужно соблюдать. На самом деле правила эти очень простые. Чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать поверхности, которым часто прикасаемся, в транспорте и в других местах массового нахождения людей, использовать маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Причем касается это всех, нас, потребителей, и тех, кто оказывает нам услуги. В период пандемии резко вырос спрос на медицинские маски. Соответственно, цены пошли вверх по всей стране. Это активно обсуждали на форумах в начале пандемии. Ну, 120 рублей за эту тряпочку – это уже слишком. Куда смотрят надзорные органы? Месяц назад закупился треем респираторами в Казани по 100 рублей. Скоро можно будет поменять их на ладу-гранту. Но очень-очень душно в нем. И стоит он 360 рублей, а сейчас, по-моему, дороже. И непонятно, как его обрабатывать. Но предприятия республики быстро приспособились к этой ситуации и начали выпуск масок. Проще всего это оказалось сделать текстильному производству. Минэкономразвитие Чуваши сформировал перечень предприятий, осуществляющих пошив и продажу масок, санитарно-гигиенических повязок на территории Чувашской республики. Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства в баннере «Коронавирусу нет». В перечень вошли более 130 швейных производств, швейных цехов и ателье, осуществляющих пошив масок, санитарно-гигиенических повязок на территории муниципальных районов и городских округов республики. Конечно, это не стерильные медицинские маски, но их можно использовать для защиты лица в общественных местах. Работа несложная, руки набиваются сами. Наша операция заключается в притачивании резинок. И все. Заготовки после оверлаков идут к нам, и мы уже потом настрачиваем резинку. В ателье в период пандемии сократились заказы, поэтому пошив масок позволил им оставаться на плаву. После некоторой растерянности на рынке масок предприниматели-чуваши решительно взялись за дело. Появились даже принципиально новые модификации. Она собирается очень просто либо самим покупателем, либо она собирается непосредственно у нас. Пока я с вами разговариваю, я ее в принципе уже собрал. После этого на нее укладывается фильтрующий материал, и маска закрывается. Ее можно согнуть точно по своему лицу, сгибаете, и она уже работает идеально под вашей лицей. Пластиковые маски собираются как оригами. Они многоразовые. Их можно мыть, обрабатывать антисептиком. Можно даже деформировать. С ней ничего не случится. Мы поставили перед собой задачу сделать маску, которая будет очень быстро производиться, которую можно производить из самого разнообразного исходного сырья, и которая при этом будет очень эффективна и будет действительно предотвращать передачу инфекции от человека к человеку. Нужно сказать, что продукция сертифицируется. Этот производитель получил регистрационные удостоверения. Первые партии этих масок раздали волонтерам и милиционерам. А потом начали продавать не только в нашей республике, но отправили в Москву, в Санкт-Петербург и в ближайшие города. Подключились к производству средства защиты и школьники Чувашии. В Чебоксарском технопарке Кванториум начали печатать держатели для масок. Они печатаются у нас в течение двух часов. Затрачиваем пластик и примерно 14 грамм. То есть это недорого по себестоимости. То есть здесь только, наверное, длительность по времени. Если в среднем здесь мы можем печатать за два часа где-то пять деталей, соответственно, за день мы можем напечатать, сколько, если восьмичасовой рабочий день, то это уже получается 20 штук. Сама идея печати на 3D-принтере пластиковых держателей принадлежит канадскому школьнику. Этот адаптер позволяет убрать давление на уши при ношении медицинской маски. Конечно, юные техники не планируют на этом заработать. Главная цель – помочь медицинским работникам и тем, кто вынужден длительное время носить маски. Понятно, трикотажные маски вряд ли войдут в постоянный ассортимент ателье и текстильных предприятий. И как только ими обеспечат в достаточном количестве, спрос на них упадет. Впрочем, текстильные предприятия постепенно возвращаются к своим постоянным заказам. А вот производители медицинских масок могут прочно занять свою нишу. Это необходимый товар как для медицинских организаций, так и для обычных людей во время эпидемии гриппа и ОРВИ. Такие маски недавно начали выпускать в акционерном обществе «Лента» и в ООО «Яхтинг». Общая сумма инвестиционных проектов – не менее 70 миллионов рублей. Наши маски выполняются из спанбонда с материалом «Манбаум». Там идет СМС, С – три слоя, то есть большая защита, 92% защиты от вирусов. Маски, которые сегодня носят наши горожане и граждане республики, в основном трикотажные, многоразовые. У них защита всего лишь 20%. Плотность материала, применяемая на эти маски по отношению к китайским, не 0,25, а 0,35, 0,40, 0,50 – три слоя. Мы создаем маску, которая фиксирует все контуры лица, защищая его. И губы при этих масках не соприкасаются непосредственно с маской, она держит форму. Процесс автоматизирован. Это позволяет выпускать 1 миллион масок в месяц. Но учитывая, что спрос большой на предприятии, докупили автомат для закрепления резинок. Это позволило увеличить объемы до 3,5 миллионов масок в месяц. Большие объемы напрямую повлияли и на цены. Жители республики уже почувствовали, что маски можно купить в любом магазине или аптеке по приемлемой цене. Медицинские маски, выпускаемые в республике, сертифицируются и получили регистрационные удостоверения. Это значит, что они могут поставляться в медицинские учреждения. В такую погоду не все маски рекомендуем. Маска должна быть из тонкой ткани, подходит хлопок, марлевые маски или медицинские. Одноразовые маски должны меняться в такую погоду через каждые 20-30 минут. А многоразовые должны обязательно обрабатываться. То есть их надо постирать и погладить для того, чтобы обеззаразить. Светлых тонов маски меньше нагревается, поэтому их рекомендуем. Темного цвета, цвет темный поглощает тепло и маска сама будет нагреваться. Пластиковые маски, если это не специальный респиратор, а пластиковые маски в жару не рекомендуем. Они меньше пропускают воздух и менее гигиенично будут в такое время. Если маски защищают от вируса дыхательные пути, то дезинфицирующие средства убивают вирус, попавший на поверхности предметов и тела. Ручки и кнопки перила в подъезде можно обрабатывать раствором белизны и хлора. Недостатка этих средств в магазинах не было. Их мы используем и в повседневной жизни. Поэтому у производителей был запас. Да и нарастить объемы не составило труда. А вот с приобретением индивидуальных дезинфицирующих средств, салфеток и спреев на спиртовой основе возникли трудности. Торговые точки предприятия могли работать только при условии, что на входе всем будут обрабатывать руки. Жители республики тоже стали носить в сумках антисептики. Что касается меня, я пользуюсь постоянно дезинфицирующими средствами. Они у меня постоянно находятся в сумке в форме спрея. Вот мне очень удобно в форме спрея пользоваться, потому что я обрабатываю не только руки, поверхность рук, но также телефоны сотовые, в машине руль, то есть ручки. О том, что дезинфицирующих средств не хватает, Ксения поняла еще в середине марта. До этого она занималась выпуском косметики. Так что помещение и оборудование позволяло наладить выпуск антисептиков достаточно быстро. Необходимо было заказать ингредиенты и упаковку. Все это заняло 5 дней. Подорожание как таковой продукции именно во время пандемии было связано как раз таки с тем, что поставщики сырья очень резко подняли цены на ингредиенты. То есть вырос резко спирт, выросли комплектующие, тара та же самая. Практически раза в три, наверное, поднялась себестоимость. Это было все связано с тем, что, во-первых, прекратились поставки с Китая, допустим, упаковки. А упаковка, она практически вся китайская на российском рынке представлена. Потом спирт в цене вырос в связи с тем, что спрос был большой. Соответственно, логистика подорожала, потому что запретили просто передвижение элементарно транспортных средств. Сейчас нет такого. Сейчас цены вошли в хорошее русло, скажем так, до вирусное русло. Поэтому такого ажиотажа уже вокруг средств индивидуальной защиты, антисептиков нет. То есть сейчас хорошие рыночные цены. Заработать на производстве больших денег не удалось, но это позволило обеспечить постоянной работой сотрудников. В фирме «Ди Дали» трудится 10 человек. Косметика не относится к жизненно необходимой продукции, поэтому им пришлось бы сидеть дома. Денег на выплату зарплаты не было. Если бы не начали выпускать антисептики, пришлось бы часть сотрудников сократить. В итоге никого не уволили. Никто ни дня не сидел дома. Запас антисептиков и ингредиентов на предприятии еще есть. Поэтому, по словам Ксении, если наступит вторая волна пандемии, в республике дефицита индивидуальных средств защиты уже не будет. Здесь и в дальнейшем планируют выпускать антисептики. Если сейчас это основной товар, то потом, когда вновь вернуться к выпуску косметики, будет сопутствующим. Руки постоянно у нас в контакте с какими-нибудь поверхностями. Как мы уже знаем, коронавирусная инфекция может передаваться и контактным путем, поэтому руки нужно обрабатывать. Можно просто мыть мылом. Лучше собой иметь всегда салфетки, пропитанные дезинфицирующим средством, или специальные антибактериальные салфетки, или средство для обработки рук. Можно пользоваться специальными кремами, которые позволяют еще защищать руки от ультрафиолетового облучения и от микротравм. Сегодня у Чуваши на первом этапе снятия ограничительных мер. Даже на третьем этапе нам еще придется носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Сегодня во всех магазинах и парикмахерских, в больницах и других местах, где работники контактируют с клиентами, на входе должны измерять температуру бесконтактным способом и дезинфицировать руки. Конечно, это требует дополнительных затрат. Учитывая это, принято решение субсидировать расходы из бюджета. Помощь могут получить учреждения физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного бизнеса, общественного питания, предоставления бытовых услуг. Редактор субтитров А.Семкин